Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И только что я вышел с очередного фильма, поэтому в эфире рубрика «Лёша смотрит». Посмотрели мы «Изгой-1. Звёздные войны. Двоеточие. Истории». Свежий фильм из саги о Звёздных войнах. И вы знаете, как-то он мне больше понравился, чем вот предыдущий год назад, который типа было продолжением. Я поясню, что «Изгой-1» — это не продолжение, а спин-офф. Нам рассказывают о событиях, которые произошли буквально перед четвёртым эпизодом «Звёздных войн», а точнее о том, как повстанцы узнали о слабом месте «Звезды смерти». Вот такой спин-офф. И в принципе, вы знаете, я считаю, что именно по такому пути должны двигаться «Звёздные войны», в том плане, что новые герои абсолютно, завершённые истории от начала до конца, где нас не ждёт какое-то продолжение, знаете, вот это вот всё. Потому что мир-то прикольный в «Звёздных войнах», а вот эти все герои — Лея, Хан Соло, Дарт Вейдер и прочее-прочее — уже набили оскомину. Я как любитель «Звёздных войн», даже мне они надоели по-хорошему. А здесь совершенно новые, свежие персонажи, на них приятно смотреть. Тем не менее, это всё те же «Звёздные войны», где всякие происходят прям на ниточке, чуть что, всё может пойти крахом, но буквально нас спасают за секунду до конца, где герои и злодеи любят друг другу рассказывать о своих планах, долго направляя друг на друга пистолет, знаете, вот это вот всё. Но при этом классная приключенческая история. Если вы не ждёте никаких откровений от фильма, то очень приятно посмотреть. Единственный минус, вот лично для меня минус в этом фильме был, то в том, что здесь нам показали... Довольно большое экранное время занимает Гранд Моффа Таркин, исполнение Питера Кушинга. Ну, большая-большая роль, при этом Питер Кушинг на минуточку умер в 1994 году. Поэтому на экране он нарисованный, по-моему, это очень хорошо видно. Ну и вообще нарисованные персонажи, они как-то не особо играют, если так уж откровенно говорить. Ну и ещё такой небольшой спойлер, ещё в конце будет один нарисованный персонаж. Ну, я имею в виду нарисованный... Конечно, там все инопланетяне нарисованы, это понятно, но вот в плане, когда человек, настоящий человек нарисован, выглядит это немножко странно. Но с другой стороны, приятный всё равно приключенческий фильм. Мне понравился намного больше, чем продолжение «Звёздных войн», которое было год назад. Я рекомендую на него сходить. Мне кажется, вы проведёте с пользой время, и, по-моему, намного лучше, чем тот же «Клуб самоубийц» или что там ещё последнее про супергероев было. На этом всё. Ходите и смотрите интересные темы. Спасибо.